Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ, сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня пятница, время 15.07, в общем, все, звезды так сложились, чтобы мы сейчас подводили итоги, итоги уходящего дня, ну, правда, до него еще, до ухода его еще есть время, итоги уходящей недели, ну и, кстати, итоги месяца, наверное, тоже можно подвести. Итоги осени. Итоги осени, да, итоги жизни. Рано, рано. Это шутка, черный юмор, да, это еще рано. Так вот, сегодняшняя тема, пятницы, финансовые итоги недели. В студии, в студии, в гостях сегодня Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Добрый день, Федор. Здравствуйте. И в студии Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инновационной группы Универ Капитал. Добрый день, Дмитрий. Добрый. Телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Уважаемые слушатели, можете к нам присоединиться и, позвонив или написав, задать свой вопрос или поделить собственным мнением на этот счет. Вот. Ну и давайте я нарисую быстренько картину маслом, хотя, собственно, скучно все достаточно. Ну, как минимум, в российской действительности скучновато. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что произошло к этому моменту. 15.09 уже даже в Москве нет. 07 здесь, если верить этим, часам 07. Здесь 09. Итак, что происходит на финансовых рынках? Американцы вчера закрылись в очередном позитиве, в очередном плюсе. Небольшом, но все же. Доу Джонс прибавил 0,1. СНП прибавил 0,2. Половина процента прибавил Насдак. Далее Азия. Никей снизился на 0,4. Шанхай в нулях практически закрылся. Фуция растет на 0,1. Наши индикаторы в минусе РТС минус 0,2. МВВ минус 0,1. В общем, так достаточно скучновато. Значит, рубль тоже продолжает ослабление. Или, если цитировать нашего министра финансов, он что делает? Он рябит. Он рябит. Рубль рябит у нас. В глазах рябит. Дальше смотрим на сырье и на Форекс. Мнев марки Брэнд. 110,90. Высоко. Лайтсвит 92,5. Золу 1245 за унцию. Евро-доллар выше 1,36. 1,3608. Ну и фишки сегодня в основном в минусе. Интереснее рынка выглядит Аэрофлот. Прибавляет процент. Полпроцента Газпром и полпроцента АвтоВАЗ. Остальные все снижаются. Ну так тоже вяло-вяло. Ростелеком 80-х, 60-х НЛМК и 30-х Лукойл. Остальные почти в нулях. Ну вот такая вот картина маслом. Собственно, давайте начнем. Наверное, сегодняшняя динамика во многом обуславливается тем, что вчера был известный праздник. Помиловали индейку там очередную. Одну. Одну. А сколько зарезали? Но об этом никто не говорит. Все выставили вот на передний план. Вот смотрите, какие мы, да, человеколюбцы индейку помиловали. Ну так вот, вчера наши коллеги за океаном праздновали. Сегодня у них так черная пятница. Тоже, наверное, особой активности не будет. Ну и в связи с этим все это так вяло-вяло. Вот, ладно. Ну, все-таки какие-то события, интересные события на этой неделе были, Дим? Давай с тебя начнем. Как ты считаешь, что можно выделить? Ну, помимо индейки, конечно. На самом деле, наверное, самое, может быть, тревожное событие, с другой стороны, в какой-то степени ожидаемое событие, это то, что происходит с рублем и на рынке российского госдолга, на рынке ОФЗ. Почему? Говорю, вроде бы, не сильно касающиеся нас на сегодня, но как индикатор, может быть, на... Ну, с рублем, я думаю, конечно. Ну и с рублем, да, касающиеся, в общем-то, всех, просто не так явно пока. Не знаю, так ли, не так ли, будет ли этот устойчивый тренд. Но пока любопытная картина, почему? Потому что сейчас мы видим ослабление рубля на растущей, фактически, нефти. Если мы вспомним сентябрь, октябрь, август, июль, то особенно осенью, особенно октябрь и сентябрь, даже на слабеющей нефти рубль иногда был очень крепок. При этом, даже когда были большие продажи ОФЗ, сейчас я объясню, почему связаны продажи ОФЗ, проливы, они были бы на каком-то общем проливе и рынков тоже, и наших, и не наших, и часто был хороший такой сильный выкуп. Сейчас, и главное, что не было фактически, было мало коротких продаж, насколько об этом можно судить. Сейчас картина другая, вот, по крайней мере, эту неделю среда, среда была довольно показательная, были, судя по всему, и короткие продажи на ОФЗ, на облигациях федерального займа, госдолг российский рублевый. И при этом мы видим ослабление рубля на фоне растающей нефти. Это, если это суммировать в целом, то это может быть выходом уже, долгосрочным выходом иностранных инвесторов, которые ориентировались на спекуляцию на российском рублевом долге, причем давнюю, они давно ее начинали еще, конце весны и летом, вернее, это был один этап, но, видимо, уже финальный этап, на ожидании роста, переоценки вверх по букировкам. Сейчас, учитывая, что для них эта позиция, в принципе, стоит шести годовых, для них это стало очевидно, что смысла дальше нет. Они выходят, и выходят, может быть, и в ожидании каких-то провалов на emerging markets более поздних. То есть, грубо говоря, все, идея как бы закрыта. И главное, что, судя по всему, деньги это еще и из России уходят. То есть, это не перенаправление их на рынок акций, а уходит из России. То есть, вот откуда мы видим давление на рубль, и, судя по всему, оно будет сохраняться. Будет сохраняться. И главное, что это подтверждает мои опасения относительно того, что весна следующего года, ну, в любом случае весна, а может быть начнется ухудшение серьезное в феврале, может быть, до февраля, может быть, и уже с первой декады января на фоне опасений относительно расширения потолка госдолга, относительно продления бюджета в США и так далее. Может быть, у нас это и раньше будет транслироваться. Будет ухудшение по рублю, то есть, грубо говоря, та девальвация, которая спасет российскую экономику, да, вот она может начаться и действительно к середине следующего года быть в районе 36,5. То есть, я вот после этой недели, да, после среды-четверга, я не удивлюсь, и я склонен думать, что так, наверное, и произойдет. При этом, учитывая, что по нефти мы можем лишиться поддержки и в лице КУЕ бесконечного, и в лице каких-то там договоренностей, может быть, по Ирану более плотных, да, потому что, в принципе, как раз следующая середина года это подходит вот тот шестимесячный период к концу, в май, да, даже не май, да, май, в май она подойдет к концу, и если все будет нормально, то, глядишь, грубо говоря, достаточно одного заявления крупной компании нефтегазовой иностранной, там, да, ExxonMobil, да, потому что они готовы работать в Иране, если будут достигнуты соответствующие договоренности и разрешены на уровне американского правительства, чтобы мы увидели очень серьезную реакцию на рынке нефти, и главное, что это еще очень большой негатив будет для акций Газпрома, ну, так, если более узко говорить, даже не нефть там в Иране опасна, а именно его газовый потенциал, ну, вот это если совсем я понял тебя, не, здорово, здорово, ну, и, кстати, опять-таки, если официальную статистику брать, то, что продолжается отток капитала, и даже, по-моему, вот эта последняя неделя ноября, она какая-то там, да, на фоне последних месяцев или даже, может быть, нескольких лет, она какая-то глобальная, Федор, твой взгляд на эти вещи, действительно все, инвестор теперь уже из долга убегает, имеется в виду, из долговых инструментов. Ну, мне кажется, что это все-таки совсем, потому что прям инвесторы какие-то бегуны. Бегуны, они, не, ну, они все бегут и бегут, деньги все уводят, я даже сегодня, извини, в ленте новостей где-то видел, от, сейчас, может быть, дожди, о, малые объемы торгов на рынке Российской Федерации могут стать, могут стать залогом спокойного движения индексов. А отсутствие объемов, да, вообще будет красота. Это забавно такое сформулировать даже, это ж надо. Ну, мы же все, все, все про это знаем, да, наконец-то Россия приблизилась к тому, что обещали уже очень давно, к нулевому сальду практически по текущему счету. Федь, извини, ради бога, давай прервемся, мы сейчас новости послушаем, потом продолжим с тебя, собственно, с рассказа о сальду. Ну что ж, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам. Финам. В студии сегодня Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisor, Сидмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инновационной группы Универ Капитал. Подводим мы финансовые итоги недели. Телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Вот такая ценная информация. Ну и Федор. Да, ну в общем, все мы все знаем, при текущей цене нефти, при текущей потребительской активности в части импорта и не только потребительской, да, при текущих уровнях цены нефти, которые балансируют бюджет, все как бы живет на тоненького, да, мы находимся вот все время на вот этой вот ограниченной полосе. Ну естественно, любые, это не эпоха середины двухтысячных и там перед седьмым-восьмым годом, конечно, любые движения, там выход инвесторов, вход инвесторов, естественно, все это создает вот этот рябь на рынке рублем. У нас еще есть и внутренний источник стресса, то, что происходит с банками и с чисткой такой в их рядах, да, это тоже, безусловно, стресс добавляет. И, в общем, этот стресс легко объяснить. То есть понятно, что центральный банк на это идет, видимо, просчитав, потому что идти в такую атаку, не просчитав последствий, было бы достаточно странно, но все же мы знаем, что этот процесс, он сложный. То есть если бы можно было легко так брать и управлять банковской системой, которая сама по себе, ну это, вы знаете как, там же не лежит 100 рублей под 100 рублей вкладов, это же все находится где-то в бизнесе, да. В движении, да. Соответственно, если вдруг вы где-то допускаете какую-то ошибку, вдруг где-то что-то вы погорячились, правильные слова вкладчикам не сказали, и вдруг случился какой-то этот бэнкран, да. И этот процесс тогда уже очень сложно контролируемый. То есть, конечно, это добавляет нервозности в ситуацию. Я думаю, что многие люди всерьез, кто, может быть, хотел, например, депозит в банке разместить, да, или хотел доллары на рубли поменять, там, для каких-то целей, вполне могут сейчас и как бы и поддержать. Подумать. И, скорее всего, всего на свете под Новый год тоже это сезонно должно давление на рубль создавать. Поэтому, в общем, мы в таком очень, очень шатком положении во всех смыслах. То есть, это везде видно. Экономика около нуля, соответственно, все сальдо, все бюджетные дефициты, профициты, все это балансирует на грани. Банковская система тоже в каком-то таком нервном состоянии находится. Понятно, что в этих обстоятельствах хочется как-то себя от всего застраховать и быть в чем-то, что с Россией не связано, да, наверное, в долларе. Это ты сейчас, кстати, оправдываешь вот этих самых иностранных инвесторов, которые, да, выходят. Да нет, все-таки оправдывать. Ну, не оправдываешь, хорошо, мотивируешь. Это же бизнес, они же не расписывались, что они будут в этих облигациях сидеть. Вот, ну, в общем, вот такое вот общее состояние, ну, такого ощущения нестабильности, наверное, и провоцирует слабый рубль и отсутствие там какой-то внятной динамики в акциях российских, да. Вот, в общем, как-то мы, ну, нужны какие-то шаги, нужно, чтобы ситуация как-то поменялась, да, в лучшую сторону. Ну, в общем, это, наверное, отдельная история. Вы меня про другой спросили. Да. Федор затронул, естественно, не можем мы обойти ее стороной, вот эту историю с банками, с ведущими банками. Кстати, один из вариантов, ну, и возможный, наверное, тоже вариант, Дим, смотри, если мы видим опять растущую нефть, да, слабеющий рубль и падающий рынок, ну, последние несколько дней, многие объясняют это еще и тем, что некоторые банки, да, для того, чтобы внутренние проблемы свои каким-то образом, ну, давай так, обезопасить себя от возможных проблем, а просто сбрасывают ликвидные активы, потому что падают в основном фишки на этом фоне. Может, может, такая причина быть тоже? Ну, если у банков есть большая книга на акциях, я, честно говоря, сомневаюсь, что остались такие. Такие банки, у кого есть такая книга, да? Да, серьезно. А у ФСС сбрасывать это последнее дело. Они бы сбрасывали корпоратов, прежде всего. Поэтому, ну, как вариант, и, грубо говоря, в какой-то доле, безусловно, имеет место, но как основа вряд ли, только основа вряд ли. По банкам интересная, кстати, тема, вот, кто, кто будет, или вернее, будет ли консолидатор, да, тех, тех банков, у которых будут отзываться лицензии. Или это будет, ну, я имею в виду, ну, там, отозвали у банка лицензию, да? Дальше всеми последующими делами занимается АСВ. У АСВ есть банки-агенты, там их немного, если десяток, даже меньше. Вот. Соответственно, либо пул, либо один банк начинает, грубо говоря, получает все хорошие активы, да, иногда часть плохих, иногда с ними пытаются что-то придумывать. Но, грубо говоря, старый банк, у которого лицензия отозвана, переходит к другому банку. Сделано это по разумной причине, потому что, грубо говоря, даже если банк плохой, если у него сколь угодно большая дыра внутри баланса, это все равно лучше, если он сохранится в виде какого-то банка, в виде дочки, или в виде, там, или он будет просто вливаться в другой, потому что в этом случае у него хоть какая-то стоимость сохраняется. А если его взять и обанкротить, то его стоимость в виде сотрудников, офисов, компьютеров, ну, грубо говоря, она превращается в ноль. До тех пор, пока этого не произошло, и он существует. Мы вспоминаем яркие примеры, которые там за доллар продавались, да, огромные финансы. Это вот примерно тоже. Тут тоже можно за доллар, но все это рабочий механизм, то есть не, еще и, грубо говоря, социального давления большого не возникает. А когда это, грубо говоря, проблема с мастер-банком, если он просто обанкротился, и все, неизвестно, что. Это одно. Когда все операции переходят на крупную структуру, которая позволяет их оживить, не убивает, собственно говоря, денежные потоки, да, между контрагентами, внутри банка бывшего, это нормально. Другое дело, что, вот смотрите, сейчас этот банк, там, сколько, третий он, да, по сети банкоматов в России, по зарплатным проектам не знаю, но тоже явно там близко к первой десятке, наверное. его получает Сбербанк, да. Вот это я и называю консолидатором. Вот будет ли, если, как ходят же слухи разные, там, до 60 банков могут лишиться лицензии. Вообще говоря, это много, это почти 10%, ну, чуть меньше, там, 8%. Это очень много. Если, тем более, это будут банки не из последних сотен, которые часто могут, никогда лицензию у них и не отзовут, потому что у них практически рисков может и не быть. Банки, связанные с крупными, там, корпорациями, обслуживающими. Ну, как карманы, что называется. У них никогда не уйдет N1 ниже, ниже допустимого и так далее. То, собственно говоря, становится вопрос о том, что, ну, в какой-то степени идет укропнение отрасли, на самом деле. Если это банки крупные или банки крупные в региональном смысле, да, или в смысле специфических кредитов, кредитных программ, продуктов, то это может быть и лакомым куском. Ну, вот, на мой взгляд, грубо говоря, Сбербанк сейчас сравнительно плотно, хорошо стоит на рынке, да, не падает во многом, потому что, может быть, чувствует, что он не падает вместо акции. Да, да, да. Именно как консолидатор, он, безусловно, несет, с одной стороны, меньшие риски, да, от ухудшения ситуации. Вот, а с другой стороны, он еще может стать бенефициаром за счет расширения клиентской базы, что, в общем-то, в случае, когда в целом клиентской базе может, ну, либо начать сокращаться с точки зрения кредитования, да, либо просто замереть, просто темпы роста замедляются. Это плюс. Вот. Это, может быть, одна из таких интриг, да, наверное, на перспективу, там, ближайшего полугодия, да, когда могут последовать, особенно если ухудшится ситуация на рынках, отзывы лицензии дальше. Петь, ну, а вот, действительно, если говорить об укропнении, ну, как в одном из вариантов, да, происходящего, насколько это логично в нынешней ситуации? Ну, я скажу так, что, в принципе, укропнение банков – это, во-первых, давняя мечта крупнейших банков, давняя мечта регулятора, и во всем финансовом секторе, на самом деле, это происходит. Правила везде играют не те же. Вы постоянно ужесточаете требования, увеличиваете, там, требования к уставному капиталу, лицензионные и так далее, да. Толкаете во все кризисные моменты к банке, к объединению, и это, в общем, и так происходит, и до последних событий происходило. Ну, хотя бы вот открытие, как собрало, да, все частное, крупное и не очень крупное, что было. Вот, соответственно, в кризис Альфа покупала, я уж даже точно не помню, кого. Вот, соответственно, понятно, что вот это вот присоединение мастер-банка, там, к Сберу, вероятно, да, тоже, тоже такого же рода история. Во всем финансовом секторе происходит. В управляющих компаниях, смотрите, друг друга, каждую неделю кто-нибудь кому-нибудь покупает. Там понятно, что это какие-то такие маленькие тельца по сравнению с этими мастодонтами. Ну, процесс тот же самый, да? Ну, этот процесс идет, и он логичный, он еще, честно говоря, и вызван с тем, как банковский бизнес себя ощущает в текущих обстоятельствах. Я, честно говоря, давно об этом говорю. Вот, посмотрите на банки, вот, ну, там, банк Возрождения, например, он виден в публичном поле. Сколько раз про него было, что вот кто-то его готов купить. Оно и понятно, когда вам стоимость текуете у вас больше, чем вы генерируете возврат на собственный капитал, понятно, что должно что-то произойти, что акционеры как-то должны перестать, им должно перестать нравиться, что equity, equity, что value разрушается в таком банке, понятно, что с ним должно что-то произойти. Что это может быть? Единственный способ возврат на капитал повысить, это укрупниться, да, потому что когда вы два банка сложите, у вас там какая-то экономия на операционных издержках получится, и, в общем, прибыль в общую структуру процентного выражения вырастет. Понятно, что это сама жизнь их толкает, чтобы как-то сливаться. Но другое дело, что слияние банков очень сложный процесс, то есть это мы давно знаем, да, и куча народу это рассказывает. То есть именно технологические сложности. Это очень сложно, но до сих пор говорят, что Райфайзен, когда он купил вот этих, еще в середине 2000-х, до сих пор говорят, что у Райфайзена существуют две внутренних системы. То есть этот процесс реально очень сложный. И потом покупка всегда еще страшная вещь. Вы покупаете, не зря же большие банкиры всегда говорят, что при отправлении банка часто не знают, что у него на книге. Совершенно верно. Потому что это большой бизнес. А Петраком еще, собственно говоря, сужден был открыт. Те, дизель, новости сейчас посмотрим. Итак, мы продолжаем эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на ФинамФМ. Мы подводим финансовые итоги недели. У меня в гостях Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований, инвестиционной группы Универ Капитал. В общем, присели мы так на банковскую тему. Ну, это очевидно, да, сейчас, наверное, самая горячая тема в Российской Федерации. Федор, продолжи, пожалуйста, мысль. То есть мы говорили о том, что проблема, да, укропнение банков, проблема слияния, все-таки она и технологически, да, не совсем. Она технологически, ну, это как бы просто отдельная история, что это к вопросу о том, что не так-то просто банк купить. Вы вроде его купили, вроде рассчитываете на какие-то синергии, ну, их не так-то просто реализовать. А, в общем, этот процесс консолидации в финансовом секторе, он по всем направлениям происходит. Все выстраивается в такие, появляются центры консолидации, которые под себя собирают все, что связано с финансовым бизнесом. Ну, в смысле показательно, как крупнейшие НПФы в стране, они постепенно отъезжают вот к этим вот банковским структурам, которым фондирование нужно. Вот, такой своеобразный процесс, который, наверное, по-хорошему говоря, плоховат для людей, которые продолжают хранить деньги в НПФах. То есть люди, которые этим НПФом управляют, они обвиняют государство в том, что оно как бы уничтожает пенсионную накопительную систему. Государство им отрубило перспективы роста. Как только им перспективы роста отрубили, они сразу стали искать выходы из этого бизнеса. А кто естественный покупатель пула денег? Тем, у кого этих денег нет. Понятно, что какая-нибудь компания типа Роснефть или Лукоилов в таком пуле не нуждается, потому что им и так понятно, где деньги занять, под какую ставку. А вот такие специальные банковские группы, которые так это исполнить не могут на глобальном рынке, они, конечно, будут эти НПФ поглощать. Деньги будут уходить в длинные проекты банковские. И законодательство при определенном ракурсе позволяет эти пенсионные деньги затянуть в такие истории через инструмент депозита банковского. Ну, в общем, и сами того не желая, вот все наши накопления окажутся в этой замечательной нашей банковской системе. Понятно. Это мы к вопросу о новой пенсионной реформе опять вернулись. Ну да, в общем, как бы НПФ стали восприниматься как немаленькие такие пулы денег, которые потеряли перспективы как бизнес. Все-таки все же, кто этим НПФ занимался, они это как бизнес воспринимали. Накопления росли по 30. Было время, когда и по 50, и по 70 процентов в год росла масса активов. Это смотрелось как очень быстро растущий финансовый бизнес. А когда новые потоки отрубили, да, в текущем законодательстве, вообще самим фактом, что об этом стали серьезно рассуждать, все испугались и, соответственно, стали искать способы это продать. Продать как растущий бизнес это было больше нельзя, осталось это продавать просто как кубушку денег. А кто может купить такую кубушку денег? Банки. Ну и, соответственно, такие сделки и произошли. Там тоже открытие, сколько купило этих НПФ. Вот. Поэтому процесс такой, ну, в общем, наверное, вот куда еще регулятору стоит посмотреть. Ну, поскольку это сильные игроки собирают, наверное, с такими сильными игроками регулятор, он воевать с ними не может, он с ними должен как-то договариваться, да. Посмотрим, о чем они договорятся. А, кстати, вот, Дим, возвращаясь к разговору о этих самых пенсионных притурбациях, как себя чувствуют управляющие компании сейчас? Они же тоже, да, я так понимаю, пострадали после последних событий. Ну, как чувствуют, да, я с другого конца могу только сказать. В принципе, не сильно хуже, не сильно. Ну, грубо говоря, у нас вот все как было, так и есть. Другое дело, что сложно сейчас рассчитывать на приток. Практически все же и остановили активную рекламу, да, по привлечению частных средств. Просто потому, что не очень понятна архитектура того, что будет в итоге. То есть, будет ли все-таки принято решение, например, о том, что всем управляющим компаниям тоже надо будет получать спецлицензию в ЦБ или нет. Ну, грубо говоря, живем-увидим. Но пока ощущение такое, что просто в рамках очередного усиления контроля, усиления надзорных функций, усиление последует, а большей, как бы сказать, вариабельности в способах инвестирования не будет. Потому что проблема управляющих очень большая, историческая, несмотря на небольшие послабления последних лет в том, что сложно часто обеспечить доходность просто из-за нормативных ограничений. При этом часто сложно застраховаться от падения рынка даже. Даже такое бывает. Но я не могу сказать, что какой-то, грубо говоря, так, усилилось ощущение того, что это будет еще больше консолидировано. Вот это точно. В отношении отдельных каких-то вопросов, деталей, ну, я не знаю. Не могу сказать мнения, потому что его нет, собственно, как нет еще и окончательно созданной архитектуры. Будет готовое новое законодательство полностью. Тогда что-то сможем сказать. Как реакция у нас и практически у всех, опять же, компаний, это то, что приостановлено. Тех, у кого было активное привлечение средств на пенсионные накопления. Ну, вот, собственно, и все. И все ждут. Затаились и ждут. Понятно. Вот ситуация такая. Честно скажу, что, как человек, проживший в этой индустрии некоторый период времени, вот, смотря на это все со стороны, слава богу, да, уже со стороны. Никакого выхода, кроме как консолидации у сектора нет вообще. Ну, да. Это и происходит. Вот сколько этих сделок было. Ренессанс, ну, по понятным причинам, там, сдал свои активы, да. Недавно UFG Atom была сделка, господи, Третий Рим, да, я даже не помню с кем. Вот. И этих сделок постоянно это в прессе муссируется, что еще кто-то что-то обсуждает. То есть эти сделки происходят, опять же, две причины. Первая — это желание сократить косты, да, потому что активная база ни у кого не растет, с этими проблемами в пенсионной системе еще и активы из-под управления пенсионной могут уйти, да, страшно становится, значит, нужно увеличивать массу активов при том же персонале, да. Понятно, что в этом сама жизнь толкает вас консолидироваться. А что регулятор что-то изобретет, чтобы этот сектор консолидировать, это вот, я не знаю, 110%. То есть игроки крупные на этом рынке понимают, что перспектив для роста вот всего рынка не очень много, и желая съесть любые возможности, конечно, будут к этому толкать. Потому что регулятор же не может всех убить. Он должен будет выбрать 5-10 игроков, с которыми он захочет разговаривать, да, а что они ему скажут. Поэтому скажут то, что, во-первых, он хочет услышать, а во-вторых, то, что вот мы-то правильные, а вот все вокруг — это кто такие, да. Вот, поэтому, ну, 110%, что будут шаги регулятора, что, конечно, жизнь будет все больше и больше толкать этот бизнес, укрупняться путем сдачи бизнеса кому-то более-более сильному или более политически правильно спозиционированному. Ясно, ясно, хорошо. Давайте вернемся на внешние рынки, да, Дим, вопрос, собственно, вначале ты его уже коснулся, если можно чуть поподробнее, вот недавняя закончившаяся, да, встреча по Ирану, вот ее, собственно, если можно побольше прокомментировать, да, ее результаты, ну и, собственно, реакция рынка на этот самый результат, ну вот на текущий, по крайней мере, потому что мы видели, да, потому что в понедельник нефть просела, да, открыли СГЭП, а потом вернулись на прежние уровни, как будто бы ничего и не было. Почему так? Да, ну, во-первых, потому что, значит, что было, да, фактически из того, что реально достигнуто, потому что нефть как бы формально особо и не обсуждалась так сильно, достигнуто решение о том, что Иран, часть урана обогащена до 20%, разбавляет, да, 237-м, да, и получается там 5-процентно, и при этом он не строит новых центрифуг. И все это длится полгода, вот. Естественно, что реакция, конечно, была позитивная, потому что, ну, грубо говоря, год назад это никто не мог представить в таком формате. Год назад и встречу-то такую никто не мог представить. Ну, в общем, да, да. И, ну, только вот весной, да, уже какие-то были ожидания позитивные. А потом все отскочило обратно, потому что в Конгрессе США сказали, что да, нам эта шестерка, даже при том, что мы там по барабану. Ну, грубо говоря, так и было. Республиканцы особенно, хотя не только они, и там демократические голоса звучали. И вообще говоря, надо быть готовыми к введению более жестких санкций, ну, уже односторонних. А что значит односторонние, односторонние со стороны Соединенных Штатов? Они же не только на Ирану состранились, а на любого, кто с ним будет работать. То есть фактически на всех. Ну, то есть это то же самое. А потом еще и заявление со стороны вот израильского премьера о том, что мир стал гораздо опаснее, регион стал гораздо опаснее. Это... Это ошибка. Историческая ошибка. Поэтому, грубо говоря, политическая напряженность не снята, да, но есть, то есть, то есть, то есть и туда, и туда. Это очень хорошая предпосылка для роста волатильности. То есть теперь любые заявления будут очень способствовать раскачке рынка нефти относительно данного региона. Поэтому вот я и говорю, что там любое ослабление риторики в Вашингтоне будет привести к тому, что будут сразу говорить, там, считать, очередной раз пересчитывать, насколько Иран может увеличить экспорт нефти, при том, что он и так уже второй в ОПЕК и длительное время был, хотя санкции действуют. Вот. И о том, что там может начаться георазведка с западными компаниями и так далее, и так далее, и так далее. Потом опять будут откаты, то, что... Притом они возможны с любой стороны. Израиль может сказать, и внутренние голоса в Иране могут звучать, и в Европе, и в Америке могут звучать, и так далее. И чем ближе будет вот там уже май, да, тем более актуально и более остро все это будет и для рынка тоже. Поэтому здесь рынок как раз продемонстрировал очень такую чуткую реакцию на все это. А... Но ближайшими драйверами, конечно, будет это решение относительно сворачивания, не сворачивания, а КУЕ сейчас. Потому что, ну, скорее, это как тренд, да. Определенный тренд о том, сколько будет денег, сколько из них парковать в нефти. Вот фактически так. А где-то там ближе уже к весне, наверное, можно очередного снижения ждать, небольшого снижения по нефти. Ну, чисто вот, чисто традиционные, да, даже я не знаю, как назвать это, не календарные, но это календарные, да, именно не сезонные, скорее, а календарные. Вот. Я понял. Ну, если говорить уже о календаре, то впереди у нас Новый год, впереди Рождество, да, и все, естественно, я так думаю, активные участники рынка, да, сейчас занимаются мыслью, занимаются вопросом, а будет ралли. Ой, я, честно говоря, даже думать про это не хочу. Мне кажется, что это какая-то надежда, последняя надежда. Вот. Главное, чтобы с нефтью было, слава богу, да, потому что, как я еще и начал, что все, оно как-то в России как будто на какой-то пограничной, пограничном состоянии находится, нам, чтобы нас нефть не подвела, поэтому вот надеемся. Ну, вот смотри, вот то, что мы сейчас с Димой обсуждали, ситуация, да, на Ближнем Востоке, геополитическая премия, она будет сохраняться, потому что нет предпосылок, да, как минимум на полгода вот сейчас. Я, честно говоря, разные про это мнения слышу, даже Ближний Восток — это одна история, вторая история — это то, что в отношениях, там, Китая и Штатов происходит, да, и в той части, что в Соединенных Штатах возродилась с нефтяной индустрией, да, и, в общем, им самим нужна достаточно высокая цена, чтобы эту индустрию не угробить, да, потому что там все-таки затраты на и опексы, и капексы высокие, это там недобыча на старых месторождениях в России, да, это требует и серьезных вложений в поддержание уровня, и в увеличение, вот, поэтому, конечно, не так много людей в рынке сейчас, да, в глобальном смысле, да, которые прям хотят тут нефть ниже видеть по ценам, вот, наверное, это, как бы, источник нашего оптимизма, что вот из этого в этом, из этого шаткого положения мы не в худшую сторону свалимся, да, а дождемся какого-то, какого-то повода прироста, прирасти, прирасти, ну, в самом широком смысле, не только про рынок говоря, вот, поэтому надеемся на нефть. Ну, а риски все-таки в основном, да, геополитические, ну, либо это Ближний Восток, либо это отношение Штатов с Китаем, либо это еще что-то. Ну, и риск-риск какого-то нового глобального торможения роста тоже, в общем, нельзя исключать. Я понял. Еще раз прервемся, новости слушаем, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам. ФМ, в студии сегодня Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisor, Си Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы Универ Капитал. Подводим финансовые итоги недели, уходящие недели, сегодня пятница, завтра суббота, потом воскресенье. Это приятно. Так, ну, мы перешли на более глобальный взгляд, давайте, собственно, об этом немножко поговорим. Итак, действительно, что же может быть ближайшими драйверами для роста, ну, видимо, не российского все-таки рынка. Хотя, может быть, если все будут расти, и он как-то присоседится, присоединится. Но, в принципе, да, о драйверах Дима упомянул уже, да, мы говорим, что разговоры вокруг КУЕ, да, возможности сворачивания или продления, еще какую-то надежду, да, инвестору могут предоставить, чтобы он покупал, вкладывался на чем-то зарабатывать. Потом история связанная с ожиданиями роста, замедления глобальной экономики. Вот это тоже вопрос очень интересный, тем более, что мы тут за эфиром, давайте тут озвучим, поговорили по поводу того, что цикл-то, да, цикл, если циклами все это дело мерить, то сейчас время падения как раз. Да, и те, кто на российском рынке, я думаю, сейчас эту фразу воспринимаю, да, с печалью. Она уже три года как время падения, да. Нет, это в плане, сейчас, пришло время падения, мы вспоминаем, а как падение, мы же все время падали, даже куда же еще падали. Дим, давай вот эту попробуем ситуацию оценить. Да, ну, наверное, не знаю, циклы Федору оставим. Хорошо, давай, давай. Это же он придумал. А я могу... Про время падения. А я относительно, там, более близкого относительно КУЕ, относительно США, да, как видится вероятность движения следующего года. Я не думаю, что вот сейчас что-то в декабре примут и уже будет озвучено сокращение, поэтому, скорее всего, видится так, что мы порастем, порастем в декабре, невысоко. Но мы сейчас, ты говоришь об Америке. Ну, я что-то усредненное пытаюсь просто, пытаюсь верить, что какая-то все-таки корреляция начнется, да, хотя бы, может быть, не единица, но хотя бы там 0,7, может быть. Совесть-то хотя бы появится. Да, к концу года хотя бы. Совесть должна быть. Вот. И, ну, в каком-то смысле будет, ну, может быть, калька прошлого года, то есть до первой декады января, вот, грубо говоря, первая декада января тоже позитивная, и там, наверное, начнут нарастать риски относительно начала февраля, относительно разговоров в Конгрессе и в Сенате. Поэтому первый пик, да, возможный, это вот, это конец декады января первый. Второй пик, может быть, уже на российском рынке, это вот, ну, как Олимпиада кончится, вот так и пик. То есть вот после Олимпиады, ну, февраль, да, февраль, может быть, март, вот где-то здесь. После этого, грубо говоря, повторение в каком-то смысле последних, последних там уже четырех лет. И по рублю. Ну, то есть вниз. И по акциям, да. А, кстати, не в курсе, я что-то не обратил внимания, мы торговаться-то будем, я имею в виду, Россия, работаем, мы третьего числа, да. С третьего числа, да. Или третьего или четвертого числа, я не помню. По-моему, просто третьего мы что-то готовимся. То есть я работаю, грубо говоря. Звоните, пишите, поздравьте. Если ты работаешь, значит, видимо, да, торговаться будем. Да. Я понял. Ну, Фень, давай теперь про циклы. Давайте про циклы. Ну, я часто, говорю, часто эту историю стал рассказывать, самого пугает. Вот есть же люди, любители статистику посчитать, да. Америка давно там с, господи, с 19 века ведет эти данные по тому, сколько у них там рецессий продолжается, когда эти рецессии происходят. И, в общем, все говорит о том, ну, в зависимости от того, по какой выборке усреднять, да, что мы, в общем, как в американской экономике приближаемся к какому-то периоду, когда должна случиться какой-то новый, новая просадка. Вот. В экономике, в рынке, вот. Ну, то есть мы в такой зоне, когда это уже достаточно вероятно. Вот, вот такой вот источник дополнительного беспокойства. Все. Ну, и главное, просто графически очень похоже. Посмотрите на последние, там, за 15 лет, да, индекс S&P, например. Четыре года рост, четыре года падения. Три с половиной. Вот такие условно восьмилетние циклы, характерные для индустрии многих, тоже есть. Другое дело, что для Америки это все логично и красиво, вроде бы и понятно, и даже по срокам бьется, там, падение, ну, в конце 14-го года, вроде красиво. А у нас-то как? Да, 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 логично, потому что они растут, они падают, они растут, а мы только падаем. Куда вот, например, так скажем, металлургия, классический цикл, восемь лет, да, ну, а куда, извините, куда? Падать-то? Да, куда. Куда падать? Не, ну, понятно, куда, можно там, четыре года отрицательной рентабельности, да, и сворачивания производства. Ну, пока у всех только расширение, тоже на рентабельности весьма близко. К нулю. Да. А вот здесь логика в чем, кстати, да, что хотят таким образом? Что-то меняется, что-то меняется в индустрии мировой. То ли все боятся еще, понимаете, как упустить долю рынка. Деньги-то дешевые. Раньше, когда начиналась какая-то глобальная пертурбация, назовем, сильно дорожали деньги. Никогда центральные банки так не спасали индустрии. Да, конечно, все это финансово село, и деньги для реального сектора, вообще говоря, недешевые. Но, во-первых, это не везде. Они все равно, грубо говоря, они, может быть, недешевые, но они есть, да, и, собственно говоря, в России как спасали в самую острую стадию. И, собственно, и банки сейчас кредитуют, поэтому даже тот же Мечел, ну, вон, облигации есть. Это самый крайний пример, да, из возможных. И пока еще дефолта не было. Поэтому, ну, вот, не было такой ситуации в мире. Если есть возможность не закрывать, не продавать, не упускать долю рынка, то зачем это делать, да, тем более, что все твои коллеги в такой же примерной ситуации находятся. И вот везде происходит то, что раньше не происходило. Вливание денег не создают, это действительно контрцикличная мера, но она непонятно, что сглаживает. Там, социальную напряженность, да, сглаживает отраслевые циклы, да, но она не позволяет при этом, вот, грубо говоря, не видно, на чем вот может быть какой-то взрывной рост, да, то есть рост вот такого активного тоже, по идее, быть не должно. По крайней мере, если говорить о металлургии, то есть, что будет всасывать эти вот объемы, да, где будет конкуренция за объемы, которые и так уже очень большие, которые, что создаст рост цен, да, не рост объема производства, там, стали, например, а именно рост цен. Что риск-риск перекапэсити, что уберет с рынка, да, потому что он точно есть. Да, что это сделает? То есть, а чистку этого капэсити не дают сделать, да, а нужно, значит, нужен какой взрывной рост спроса, да, который, или ожидание этого роста. Потому что это правда, я вот, кстати, в этом смысле абсолютно солидарен. Есть же классический пример про авиаиндустрию. Все же мы знаем, что в авиаиндустрии всегда дела плохо. Вот нет ни одной ситуации, когда в авиаиндустрии хорошо. Растет экономика, плохо, потому что не дорожает. Падает экономика, плохо им, потому что никто на самолетах не летает. Хочется вопрос, когда им вообще хорошо? А из-за чего это? Есть популярная теория, что это из-за того, что поскольку очень много национальных есть авиакомпаний, которые государство держит на плаву любой ценой, чтобы вот, там, престиж нации, рабочие места не потерять и так далее. Из-за этого там просто переконкуренция есть. Вот, который, соответственно, даже в тяжелые моменты не уходит с рынка. Вот, а это же, должно же быть вот это креативное разрушение, как бы, когда происходит коллапс слабый, это же в учебниках экономики написано. Слабые погибают, уходят, оставляют пространство для роста более сильным. Вот этого нигде не происходит. И отсюда взрывной рост, собственно, не происходит. Да, и поэтому остается в этой ситуации только искать какие-то новые точки роста, да, и на них надеяться, что там какие-то новые инновационные продукты, там, не знаю, типа электромобили или новые регионы, вдруг Африка возьмет и выстрелит, да. Вот вся надежда остались какие. То есть чистки не происходят. Кстати, вся надежда только на Африку. На Китай мы уже не надеемся. На Китай все уже. Если африканцам раздать кредиты, да, вот просто раздать кредиты, то это несколько лет, там, ну, полтора-два года вообще супер роста мировой экономики. Потом, я правда не знаю, что будет. Есть другой вариант, более жестокий, не буду его озвучивать. Это будет более устойчивый рост, но это неприемлемо. Но говорят, кстати, что Африка в некотором смысле дозрела наконец до какого-то конструктивного рывка, потому что, вот вы вдумайтесь, я как недавно совершенно факт. Китайцев там слишком много. Да, китайцев там много. Но вот интересный факт. Представьте себе, что ВВП на душу населения даже самых развитых африканских стран, там есть и такие развитые, да, не росло на интервале последних 50 или 70 лет. То есть, представьте, некоторые из них ниже по ВВП на душу населения, чем были 50 лет назад. Вообще невозможно себе представить. По номинальному или по реальному? Или даже по номинальному? По номинальному, наверное, нет. Наверное, нет. По реальному ниже. Да, это фантастическая вообще вещь, но при этом как бы они... Это вещь, о чем говоришь? О том, что все политики по там, по стимулированию развития Африки, все это тута. Ушло это все как... Это указывает источники благосостояния в Европе и в США, на самом деле. Вот, но похоже на то, что они все-таки подустали сами от этой вот болтовни и все-таки какие-то конструктивные там точки есть. Это, наверное, даже вообще отдельной передачей достойно. Вот, кого-то вам нужно позвать, кто в Африке разбирается. Похоже, что зреет, зреет там все-таки что-то хорошее. Нет, мы, я думаю, обязательно это сделаем. Ну, не зря же производители тунца в Мозамбике привлекают огромные деньги кредитные, долларовые. Это же не шутки. Вот, месторождения там большие газовые открываются. То есть что-то там зреет. Мы просто этого как бы не следим за этим, не видим. Ну, если да, если все-таки вернуться к основной идее, вот, почему Африка-то вспомнилась, да, то нужен прорыв, какой-то прорыв. Да, поскольку не происходит. Его негде больше найти, да. Вот у нас один такое темное пятно все-таки относительно, это еще Африка. Что там на самом деле происходит, мы не знаем, но искренне надеемся, что оттуда может прорыв-то случиться. Ну да ладно, спасибо огромное. Значит, Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универкапитал», сегодня подводили финансовые итоги недели. Собственно, мы их подвели, за что вам огромное спасибо. А вам, уже они слушатели, ну, также большое спасибо и успехов на рынке. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.